Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про интересную колонку с Алиэкспресс. Это колонка ViceTiger C200. Эта колонка у нас внешним видом очень сильно напоминает колонку от JBL Clip 3. Мы с вами чуть-чуть попозже сравним их внешне. И эта колонка у нас, ну кроме того, что она недорого стоит, звучит, во-первых, сравнимо с той же самой JBL Clip 3. А в качестве приятного бонуса, эта колонка у нас поддерживает соединение в стереопару с другой такой же колонкой. То есть, если вы приобретете две одинаковые колонки, то вы сможете объединить их очень легко в стереопару, и у вас колонки будут полноценно звучать в стерео. То есть, одна колонка у нас левый канал, другая исполняет функцию правого канала. Ну и, соответственно, что вы в этом случае получите? Во-первых, больше громкость. Во-вторых, конечно же, более объемное и более интересное звучание. Потому что, если в композиции у вас прям хорошо реализован эффект стерео, то вы будете слышать все самые вот эти вот красивые переливы в звучании музыки. Эта функция у нас не поддерживается в колонке JBL Clip 3 или же в Clip 4, а также в JBL Go 3. То есть, все младшие колонки от JBL эту функцию у нас не поддерживают. Что касается внешнего вида и звучания. Если мы с вами посмотрим просто на лицевую панель, то далеко не все так уж и идентично. Но, правда, смотрите, во-первых, прям практически полностью повторили кнопки. И все, что нам остается сделать, это только лишь перевернуть вот так вот колонку. И, в принципе, было бы практически с одного и того же образца, так сказать, сделано. Но в колонке JBL Clip 3 у нас еще имеется вот такой вот металлический карабин в конструкции. В колонке Weistager вместо этого довольно-таки простой, но вполне себе хороший и надежный шнурок. Который тоже можно зацепить, в общем-то, куда угодно. С обратной стороны мы, опять же, с вами видим отличие. В колонке JBL Clip 3 мы с вами видим, что вот эта сторона у нас такая резиновая. Здесь ничего такого нет. Но, опять же, дизайн прям-таки явно брали с образца. То есть, если мы с вами посмотрим, кнопка включения у нас одинаково выглядит. И здесь у нас функция, кнопка активации Bluetooth. Здесь они ее назвали как Mode режим. Вот. И даже если мы с вами посмотрим под заглушку, что в колонке Weistager C200, мы видим порт для зарядки microUSB и также вход AUX. Примерно так же у нас и в колонке JBL Clip 3 AUX и порт для зарядки microUSB. Да, в колонке Weistager C200 у нас зарядка происходит через порт microUSB, то есть не Type-C. И, как мы с вами понимаем, если мы хотим с вами хорошее звучание и более современные порты, то, соответственно, нужно больше платить. Вот, например, та же самая колонка JBL GO 3 у нас стоит более чем в два раза больше. При этом по звучанию она превосходит колонку от Weistager, ну, скажем так, на треть. Да, в этой колонке у нас, в колонке JBL GO 3, немножко лучше прослушиваются низкие частоты, в отличие от колонки Weistager. В колонке у нас заявлена поддержка Bluetooth версии 5.0, и что здесь используется динамик 52 миллиметра. Но 52 миллиметра это, конечно, было бы здорово, если бы здесь был бы какой-нибудь дорогой динамик, то эта колонка бы нам давала бы еще и очень интересные низкие частоты, но по низким частотам колонка прям-таки очень сравнима с колонкой JBL Clip 3. И, честно говоря, я скажу, что в этих колонках низких частот нету, то есть бас практически отсутствует вообще как класс. Но, если сравним с вами с другой колонкой, тоже китайского такого бренда весьма популярного, это колонка TNG, причем мы с вами видим, что эта колонка крупнее, чем здесь. Здесь у нас имеются два пассивных излучателя, здесь два динамика. Вот эта колонка звучит значительно хуже и менее качественно, прям-таки не просто чуть-чуть, а вот прям сильно хуже, чем колонка Weistiger. Weistiger это вот как раз-таки тот самый уровень звука, с которым можно сказать, что колонку можно слушать. То есть это вот прям вот самая начальная ступень приятного, хорошего звучания. Колонка TNG, вот эта вот, это просто кошмар. То есть это та колонка, которую покупать вообще не стоит, поскольку я считаю, что это просто-напросто деньги на ветер. Здесь же звучание более чем достойно. Давайте я вам сейчас продемонстрирую звучание, чтобы вы могли слышать не только лишь на моих словах, но также и самостоятельно могли послушать. Во-первых, я вам рекомендую использовать наушники, когда вы будете слушать, потому что это даст вам возможность лучше услышать звучание. А во-вторых, внесу такую как бы важную информацию. Естественно, через YouTube, то есть через видео, я вам не смогу передать прям естественное натуральное звучание этой колонки, но когда я вам даю возможность в сравнении услышать звук, то есть вы слышите одну и вторую, то вы можете слышать именно различия в звуке. И, соответственно, таким образом я могу вам подтвердить свои слова, что действительно звучание не отстает от колонки JBL Clip 3. Потому что если бы мне сейчас кто-нибудь с экранов сказал, что вот колонка JBL Clip 3, а вот какой-то неизвестный китайский производитель, и что вот этот вот китайский производитель будет звучать так же, как именитый бренд, я бы не поверил. Почему не поверил? Да потому что уже неоднократно слышал с экранов в обзорах, что там Tron Smart звучит классно. Все, что я покупаю сам, все, что я после этого слышу, и сравниваю с тем, что я слышал в обзорах от других ребят, к сожалению, это вообще не соответствует действительности. То есть колонки, которые заявлены, что звучат так же, как JBL, на самом деле звучат значительно хуже, чем колонки от JBL и колонки от Sony. Именно поэтому я вам стараюсь продемонстрировать настоящим примером звучания. Итак, давайте приступать к прослушиванию. Колонки у нас сейчас будут звучать на громкости в 65% примерно. Вот. И, соответственно, по очереди будем с вами слушать одну и вторую. Звучит у нас сейчас колонка By Stiger. Сперва пусть играют вот так вот на столе. Сперва пусть играют вот так вот. Сперва пусть играют вот так вот. Сперва пусть играют вот так вот. И мы посмотрим, что красота цветника будет красота. Теперь пока мы видим. Если судить по первой композиции, то сразу вам скажу то, что лично мне слышно. Колонка JBL Clip 3, она по звучанию как будто бы такая более гнусавая, то есть у нее менее разборчивый звук. Во-первых, звучание в высокочастотном диапазоне значительно меньше различимо, чем в колонке Weistiger. Weistiger она такая более яркая и более четко звучащая по высоким частотам. По средним частотам JBL Clip 3 особо не докопаться, потому что это единственная сильная сторона у колонки Clip 3. Weistiger по средним частотам в общем-то не отстает. За счет того, что еще и высокочастотный диапазон здесь более ясный, то соответственно и средние частоты они чуть-чуть более такие читаемые и более четкие. Что касается низкочастотного диапазона, то что в колонку JBL Clip 3, что Weistiger C200, низкочастотного диапазона в общем-то нет. То есть бас тут отсутствует как класс в принципе. Но если все же мы с вами условно поговорим про низкие частоты, то я скажу, что в колонке Weistiger чуть-чуть более отзывчивый низ, то есть чуть более отзывчивое звучание по низкочастотному звуку. Особенно это слышно на громкости в 100%. То есть сейчас я вам в видео это не смогу передать, но когда я за кадром слушал эти колонки на 100%, то есть они просто играли в комнате, соответственно где-то далеко, так скажем, в углу, то колонка Weistiger значительно лучше звучала по низким частотам, чем колонка от JBL Clip 3. JBL Clip 3 как будто бы вообще просто обрезанный бас, здесь чуть-чуть его все же оставили, и поэтому колонка все-таки немного интереснее звучит. И давайте я вам также продемонстрирую звучание колонки в стерео режиме. Для этого я сейчас включу вторую колонку, предварительно они уже у меня были соединены в стереопару, и по идее сейчас колонка должна подсоединиться ко второй. Вот, то есть по Bluetooth у меня сейчас соединен телефон только лишь с одной колонкой, вот был звуковой сигнал, колонки у нас соединились, ну и давайте какую-нибудь еще композицию. Вот сейчас две колонки. 75% и тут, и тут. JBL Clip 3. Вот сейчас вы можете слышать переливы в стерео. Может быть это вот так вот будет звучать. Вот такой звук. Ну вот эта композиция правда интересна в стерео режиме, звучит, потому что здесь есть как раз-таки вот эти вот нужные переливы. Где-то у нас гитара с акцентом на правый канал идет, где-то вот именно вот этот вот высокочастотный перелив, он идет из одного из левого в правого канал. Ну давайте подытожим, что же мы с вами сегодня узнали. Я надеюсь, что мне удалось вам именно реальным примером показать, что колонка Waste Tiger действительно звучит не хуже, чем колонка JBL Clip 3. Более того, по цене одной JBL Clip 3 или же одной JBL Go 3 мы с вами можем взять две колонки и получить более интересное звучание. Это все, что мне хотелось вам рассказать про колонку Waste Tiger. Лично я рекомендую как хорошее бюджетное решение, то есть такой начальный уровень, который можно приобрести, потому что все, что интереснее, лучше и так далее, оно стоит немножко дороже. Так что единственное, что самое главное, это то, что далеко не все дешевые колонки можно слушать, потому что некоторые дешевые колонки слушать просто невозможно, а здесь хорошее звучание. До новых встреч и до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok